Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. 0.25, в расходе есть дочь. Так получилось, ухаживают двое мужчин, один старший на 12 лет, второй младший на 4. Оба разведены, оба с детьми. Комфортно и всем и с другим. Мышления разные очень заметны, а мне не знаю, в чью пользу сделать выбор, указывая их плюсы и минусы. К слову, я была в отношениях, где было одно унижение, и сейчас мне тяжело выстраивать какое-либо общение. Мужчина, кто постарше, зовет часто куда-нибудь, что-нибудь купить, детей сводить, я постоянно отказываюсь, потому что мне неудобно, никогда такого не было. Еще, наверное, пара из-за возраста, хотя разница незаметна. Что по младшему, нет такой большой возможности, сейчас куда-то водить меня и моего ребенка, но он очень хороший, молодой взгляд. У того и у другого серьезные намерения, не знаю, как быть, но лучше обращать внимание, ведь выбор рано или поздно нужно будет сделать. Из описания мы можем увидеть, что у вас занижена самооценка, из описания мы можем увидеть, что у вас есть сложность в плане того, чтобы доверять, скажем так, себе. Из описания мы можем видеть, что вам сложно опираться на себя и сложно доверять своим чувствам. Из описания мы можем видеть также и то, что в рамках этих двух мужчин реализуются основные ваши потребности, а именно потребность в свободе и потребность в защите. Мы видим также и то, что у вас присутствуют чувства стыда. Мы видим это. Мы видим это. Мы видим, что чувства стыда у вас имеется. И соответственно, именно с чувством защищенности, а точнее незащищенности, именно с потребностью в свободе, с выстраиванием личных границ и должна проводиться необходимая работа. Не так важно, какой выбор вы сделаете. Сейчас выглядит так, как будто вы просто либо в том, либо в другом мужчине видите для себя возможность получить то, что вам нужно. Но то, что вам нужно, вы не получите, не получите, потому что это все равно, так или иначе, все равно это другие люди, так или иначе, это другой человек. А вы смените одну зависимость на другую, по большому счету. И дабы этого не произошло, дабы этого не случилось, необходимо больше внимания уделять себе. То есть не столько и не сколько сейчас обращать внимание на других людей, на мужчин в том числе, сколько больше смотреть на то, куда двигаюсь по жизни я, чего я хочу, как я себя вижу. Вот это гораздо более важно, на мой скромный взгляд. Ну, а то, что вы описываете по факту, то, что вы описываете по сути своей сейчас, выглядит так, что вы как будто бы себя вообще не видите без, ну, вот, без кого-либо рядом. И то, что вы делаете акцент на том, кто куда вас сводит, да, и вот это, это, к сожалению, не говорит, ну, не говорит в вашу пользу, вот. Скорее, это больше говорит о том, что для вас такой показатель является, ну, проявлением хорошего отношения. То есть, иными словами, я боюсь, что вы ведете себя как женщина, которую нужно завоевать, вот. После чего, конечно, вы, скорее всего, будете испытывать что-то вроде привязки к человеку, вот, и после чего станете от него снова зависимы, что, в общем и целом, ничего хорошего, как вы понимаете, вам нанесет, вам и вашему ребёнку. Вот. Параллельно я бы хотел затронуть тему того, насколько вы отделяете себя от своего ребёнка. Потому что немного смущает, что возите, ну, что вы, ну, как бы заостряете акцент на том, что кто куда вводит, да, вас и вашего ребёнка. Вот это вот немного смущает. Смущает, потому что мужчина в первую очередь общается с вами. И в первую очередь мужчина интересует, если вы хотите вы этого или нет. но это правда. Поэтому, конечно, хорошее отношение к ребёнку очень важно, но не стоит забывать, что всё-таки в первую очередь общение организовывается, что называется, с вами, а не с ребёнка. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный элемент. На мой взгляд, это очень важный компонент, на который вам нужно обратить своё внимание. Если вы не будете этого делать, если вы будете стараться выбрать того, с кем вам удобнее, то ситуация, конечно, рискует ухудшаться, потому что в этом смысле мужчины не являются палочками-воручалочками, мужчины не являются в этом смысле, к костылями, мужчины являются живыми людьми. Со своими недостатками, со своими особенностями, которые необходимо учитывать. Вы либо учитываете это, либо нет. А для того, чтобы это учитывать, необходимо, чтобы вы учитывали и свои особенности тоже. И вот то, что вы, грубо говоря, способны учитывать свои особенности, честно говоря, у меня вызывают серьёзные вопросы. Если говорить точнее, то сомнения, у меня это вызывают сомнения. Есть сомнения в том, что вы можете учитывать свои особенности. Конечно, на данный момент это просто предположение. На данный момент это просто, так скажем, рабочая гипотеза, которая, тем не менее, нам необходима для того, чтобы вас понимать. Которые нам необходимы для того, чтобы разобраться в этой ситуации. И помочь вам. Сейчас вы хотите, чтобы мы выбор сделали за вас. Это, конечно, ошибка, потому что за вас выбор сделать никто не будет. Это нормально, что мы не хотим делать за вас выбор. Это абсолютная норма. Мы считаем, что вы можете сделать выбор, скажем так, самостоятельно. Мы не считаем, что вам нужна чья-то помощь. И мы считаем, что мы можем помочь вам, помочь вам научиться делать такие выборы, научиться принимать решения. Для этого необходимо добирать себя. И принципиально изменить подход к тому, какие критерии вы выделяете при выборе мужчины. На всякий случай, хотел бы повторить важный нюанс, а именно. То, что вы в своих отношениях столкнулись с унижением. И то, что сейчас вам неудобно, вы паритесь из-за возраста и так далее, не является чем-то особенным. Напротив, то, что вы сейчас чувствуете себя в такой позиции является продолжением, естественным продолжением развития вашей проблемы. Вашей глобальной, если хотите системной проблемы, на которую вы, на мой взгляд, предпочитаете пока что не обращать внимания. Но, которая, тем не менее, никуда не уйдет. Которая, тем не менее, останется, даже если вы сделаете выбор. Ну, потому что выбор, он не изменит вас. Как-то так, на этом, я думаю, можно мой ответ закончить. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует...